Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Персональные компьютера, ноутбуки, смартфоны и планшеты, а также другие цифровые устройства сегодня используются пользователями для хранения важных личных данных. И хотя надежность каждого из указанных устройств на сегодняшний день не вызывает никаких сомнений, вопрос сохранности и безопасности данных все еще важен для пользователя. Цифровые устройства или устройства хранения информации могут выйти из строя или быть повреждены по многим независимых от пользователя и производителя причинам, в результате чего будут теряны данные. Нет устройств, которые бы на 100% гарантировали пользователю сохранность данных. Но в случае утери важной информации в результате повреждения системы или случайного удаления есть шанс восстановить утерянные файлы. В случае удаления файла независимо от причины и способа удаления информация не удаляется из носителя безвозвратно. Он просто отмечается как такой, который удален. Для системы такой вариант намного менее ресурсозатратный, чем полное удаление до момента перезаписи информации других файлов. Это значит, что удаленный файл можно восстановить, пока на диск не было сохранено какое-то количество информации, которое может перезаписать нужные файлы. Далее в видео мы как раз и поговорим о программах, которые помогут вам восстановить удаленные или утерянные данные жесткого диска. В ходе испытаний был построен список от того, которому удалось восстановить наименьшее количество файлов, до приложения с наилучшим результатом. Итак, начнем. А начнем мы с восьмого места, на котором оказалось приложение PC Inspector File Recovery. С помощью этого приложения удалось восстановить наименьшее количество файлов. Но все же ПК Inspector File Recovery сможет оказать помощь в восстановлении информации, которая по каким-либо причинам могла быть потеряна. Это полностью бесплатная программа, работающая с такими файловыми системами как FAT и NTFS. Помимо других, приложения демонстрируют высокую скорость работы, тщательно анализируют жесткий диск компьютера и имеют несколько режимов восстановления. Утилита имеет русский язык интерфейса, а также обладает уникальной функцией, позволяющей восстанавливать загрузочный сектор логически неисправного висчестера. Но, к сожалению, не все пропавшие данные поддаются восстановлению и она показала наихудший результат. Также программа может сильно тормозить систему во время проверки и в случае быстрого форматирования некоторые файлы так и не удалось найти. На седьмом месте с чуть лучшими результатами оказалась программа DiskGrid, ранее известная как Pandora Recovery. Это тоже бесплатная программа, которая подойдет для начинающих пользователей. Эта программа восстанавливает любые удаленные данные после очистки корзины либо без перемещения в корзину с сочетанием клавиш Shift-Delete, а также путем удаления из командной строки Pandora Recovery позволяет восстанавливать удаленные файлы жесткого диска, карты памяти, флешки и других накопителей. Имеется возможность восстановить файлы только определенного типа – фотографии, документы и видео. Но у данной программы есть существенные недостатки. С ее помощью восстановить давно удаленные файлы нам не удалось. К сожалению меню программы не переведено на русский язык, а также у нее относительно малый список совместимых форматов. Ну и переходим к шестому месту, а здесь у нас находится программа AirSower. Данная утилита немного обогнула в результатах две предыдущие и восстановила больше файлов. AirSower еще одна простая бесплатная утилита с русским интерфейсом, предназначена для восстановления данных с флешек, жесткого диска и других накопителей. Программа не требует установки на компьютер и будет максимально простой для неопытных пользователей. Также здесь имеется развернутая справка, поддерживает разные файловые системы NTFS, FAT, XFAT, имеет в своем арсенале глубокое и быстрое сканирование жесткого диска. В настройках можно настроить пропуск битых секторов, чтобы увеличить количество найденных файлов. Что можно сказать о результатах, программа работает, но ожидать от нее чего-то сверхъестественного не стоит, некоторые файлы все-таки удалось восстановить. Пятое место занимает программа Soft Perfect File Recovery. Она позволяет восстанавливать удаленные файлы со всех популярных накопителей в различных файловых системах, в том числе FAT32 и NTFS. Однако это касается только удаленных файлов, но не потерянных в результате изменения файловой системы, раздела или форматирования. Размер программы всего 500 кб, но все же она показала неплохие результаты, заслуженно заняв пятое место в нашем топе. Она не требует установки, состоит всего из одного файла и может запускаться даже с флешки. Интерфейс программы простой, есть поддержка русского языка, также присутствует возможность фильтрации восстанавливаемых файлов по расширению. Четвертое место досталось программе USUS Data Recovery Wizard. По сравнению с другими программами для восстановления данных, эта программа имеет ряд недостатков и уникальных особенностей. Результат сканирования можно сохранить, а открыть и восстановить файлы из него в любое удобное время, без необходимости пересканировать весь диск. В результате быстрого сканирования сохраняются пути и названия восстанавливания их файлов. С помощью окошка поиска можно найти нужный файл из множества восстановленных. Можно восстанавливать файлы из носителя с файловой системой от Mac, HFC+. Программа легка в использовании. Здесь есть функция предварительного просмотра файлов и можно восстанавливать большее количество файлов одновременно. Но большим со существенным минусом является то, что она имеет ограничения по бесплатному восстановлению в размере 500 Мб. Но если этого достаточно и вам требуется однократно произвести данное действие, рекомендую обратить на него внимание. Ну и наконец мы переходим к завершающей тройке программ с лучшими результатами. На третьем месте программа Recua. Бесплатная программа Recua является одной из самых известных программ, позволяющих восстановить данные жестких дисков, флешки и карт памяти даже начинающему пользователю. Для простого восстановления в программе предусмотрен удобный мастер. Те же пользователи, которым нужна расширенная функциональность, тоже найдут ее здесь. Recua позволяет восстанавливать файлы Windows 10, 8, Windows 7 и XP и даже в более старых версиях операционной системы Windows. Нельзя сказать, что данная программа очень эффективна. Например, при переформатировании накопителя в другую файловую систему результат оказался не самым лучшим. Но как первый способ посмотреть, а можно ли вообще восстановить что из потерянных файлов, очень подойдет. Главными недостатками утилиты является то, что она работает исключительно на Windows. Восстановить файлы с macOS не получится. Программа работает относительно неспешно, а некоторые пользователи жалуются, что она может вылить в процессе работы, а также иметь низкую вероятность восстановления поврежденных носителей. На втором месте топа программа Torrent File Recovery. Эта программа относительно простая, полностью бесплатная, и данная программа для восстановления данных на русском языке подойдет, когда требуется восстановить фото, документы и другие файлы после удаления или форматирования. Или в результате повреждения жесткого диска, флешки или карты памяти. Из всех предыдущих бесплатных утилит для восстановления этот вариант оказался одним из самых эффективных. Программа показала очень хорошие результаты. Она распознает более 5 из 10 форматов файловых данных. И этот список может быть расширен, так что практически любой файл, даже самый специфический, может быть восстановлен. Главным недостатком программы является то, что при ее установке вы можете установить дополнительный софт. Если решите устанавливать данную утилиту будьте внимательны и читайте текст в диалоговых окнах, чтобы не устанавливать ничего лишнего. Ну на мой взгляд проще использовать портитивную версию. Ну и на первом месте оказалась программа как это ни странно PhotoRack. В данной утилите удалось восстановить наибольшее количество удаленных файлов. PhotoRack представляет собой мощную утилиту для восстановления данных. Однако может быть не вполне удобно для начинающих пользователей. В связи с тем, что вся работа с программой осуществляется без привычного графического интерфейса. Все действия нужно выполнять с командной строки. PhotoRack позволяет найти и сохранить удаленные документы, изображения, архивы. Всего около 500 файловых расширений. Диапазон не ограничен и опытные пользователи могут создать свою сигнатуру для поиска определенного типа данных. Установить программу можно на DOS, Windows, Linux, macOS и других платформ, что делает ее универсальным расширением для пользователей. Также для платформы Windows появляется версия программы PhotoRack с графическим интерфейсом пользователя. Ранее все действия требовалось выполнять в командной строке, так что теперь ее использование стало намного проще. Но все же восстановить некоторые файлы с помощью данной утилиты так и не удалось, хотя и результаты и так были для нас неожиданностью. Но подождите, не спешите расстраиваться, если вам все эти утилиты не смогли помочь. Есть еще варианты, но уже платные. Но если информация действительно важная, она все же этого стоит. Хочу предложить вам нашу утилиту Hetman Partition Recovery. Hetman Partition Recovery это самая универсальная утилита из всех представленных в данном видео. Функционал программы не ограничен восстановлением какого-то определенного формата файлов или работы с определенным носителем информации. Причина утери файла также не имеет значения. Алгоритмы работы инструмента позволяют восстанавливать файлы в самых сложных ситуациях. Если вы не уверены, что программа восстановит ваши данные, вы можете воспользоваться пробной ее версией. Она позволяет проанализировать носитель информации и просмотреть содержимое, найденное для восстановления файла. Если файл отображается в области предварительного просмотра, то он обязательно будет восстановлен в полном объеме. Кроме предварительного просмотра удаленных изображений, документов, электронных таблиц, мультимедиа файлов, сжатых архивов, в утилите реализован HexRedactor. Используя HexRedactor можно увидеть в каких секторах лежит содержимое удаленного файла, а также просмотреть служебную информацию о логических дисках или физическом носителе информации целиком. Плюсы данной программы она поддерживается всеми возможными версиями Windows. Имеет понятный для любого пользователя интерфейс, который представлен в виде проводника Windows. Есть возможность восстановления любого типа файлов из любого носителя информации. Наличие простого и удобного мастера восстановления файлов, который значительно упростит процесс, восстановление для начинающих пользователей. К программу встроен HexRedactor для восстановления данных в особо сложных случаях для использования более продвинутыми пользователями. Можно сохранить результат сканирования носителя информации и восстановить данные с его использованием, не осуществляя сканирование заново. Есть возможность создания образа диска для дальнейшего восстановления данных из него. Функция полезна в случае повреждения диска, когда возможен его полный выход из строя. Также здесь есть наличие подробного руководства по использованию программы на официальном сайте производителя. Онлайн-поддержка на официальном сайте компании ответит на все вопросы пользователей. Единственный минус данной утилиты, что нет версии для macOS. Программа восстанавливает файлы как из локального, так и с физического диска. Поддерживается восстановление файлов из носителя информации после форматирования или с отсутствующей файловой системой . Восстановление удаленного или утерянного раздела диска. Также пользователь может выбрать необходимый тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. В результате быстрого сканирования сохраняются пути и названия восстановленных файлов. В результате полного анализа программа отсортирует обнаруженные файлы в соответствии с форматом файла. К программу встроена функция предварительного просмотра восстанавливаемого файла, независимого от его формата, просмотра изображения или офисного документа, прослушивания аудио файла или файла видео формата. Есть возможность восстанавливать большие объемы данных без ограничения их общего размера. Пользователь может восстанавливать файлы на жесткий диск, USB-носитель, CD-DVD диск, выгрузить сохраняемые файлы по FTP, а также любой другой физический или съемный диск. Hetman Partition Recovery – это продвинутая программа для восстановления данных, которая поддерживает разные файловые системы, включая FAT, FAT16, FAT32 и NTFS. С ее помощью пользователь сможет восстанавливать сжатые или зашифрованные файлы, утерянные папки или целевые разделы дисков. Она в основе данных, которые удалены пользователям или приложениям, утерянные в результате вирусной атаки, сбоя программного обеспечения или питания, удаленные в результате форматирования и т.д. Кроме всего прочего, компания предоставляет круглосуточную онлайн-поддержку пользователей своих программ. Меню программы построено по шаговам принципы, в связи с чем у пользователя не возникнет никаких проблем с ее использованием. Просто выбирайте предложенные функции и нажимайте «Далее». Вы сможете восстановить свои данные в три шага, используя «Hatman Partition Recovery». Выберите диск или носитель информации, из которого необходимо восстановить данные. Выберите необходимый тип анализа и запустите его. Сохраните необходимые файлы или папки. Вот и все, она довольно проста в использовании. А на этом все, я надеюсь, что эти программы помогут вам решить проблему утере данных. Не забудьте поставить лайк под видео и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.